Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Итак, в Израиле очень ясно, четко и ароматно запахло выборами. Выборы, скорее всего, будут, выборы будут досрочными. Когда они произойдут и с чем выйдут партии на эти выборы, мы побеседуем с политтехнологом Давидом Идельманом. Давид, добрый день! Добрый день! Итак, когда будут досрочные выборы? Значит, в любом случае они будут в следующем году. По израильскому законодательству... Вопрос, они будут в конце года или они будут в начале? По израильскому законодательству я могу вам сказать вилку. Значит, они могут быть не позже ноября 2019 года, это по закону. То есть, это не досрочные, а оброчные. Да, они не позже ноября 2019 года. И, значит, не раньше, чем через 100 дней со дня их объявления по законодательству. То есть, если их объявят сегодня, то это, соответственно, уже декабрь, январь, февраль, март. Март их не будет, потому что их сегодня не объявят. И Натаньяго смог погасить Беннета, так что Беннету заготовленную речь, которую против Натаньяго пришлось... Ему было жалко ее выкинуть, он произнес пламенную речь, почему он выходит из правительства, а потом добавил, что он остается. А потом остался. Да, потом остался. Ну, то есть, вот речь была жалко, хорошая речь, да? И он ее произнес, пламенную речь, а потом заявил, что он остается. Это было самое смешное. Так вот, Натаньяго поломал Беннета очень сильно, ударив по его дальнейшим электоральным шансам. И не захотел дать Либерману кредит за человек, который развалил правительство и повел страну на досрочные выборы. То есть, каждый день на срочке досрочных выборов снижает шансы Либермана воспользоваться эффектом от того... Этого никто не знает, потому что понятно, что в ноябре объявить досрочные выборы Натаньяго было невыгодно не только из-за Либермана, а из-за того, что очень обиженными, очень недовольными, в очень большом гневе оказались жители южных районах страны. А это базовый электорат Ликуда. И вот этих избирателей злить Натаньяго не годится. И дальше ему нельзя было. Он в своих речах очень так вот пообещал что-то, что непонятно. Может быть, маленькую победоносную войну, может быть, еще какую-то вещь. Но он это пообещал. И в речи Беннета тоже было слышно, что вроде бы у него есть такое обещание от Натаньяго. Теперь будет оно, не будет, непонятно. Теперь аналитики говорят, что есть две возможные даты выборов. Либо май, либо ноябрь. Почему май? Потому что максимально оттянуть до мая. Летом в Израиле никто выборы проводить не будет, потому что это израильское лето. Во время осенних праздников тоже. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день 80% это в том, что выборы будут в мае. Давид, каких сюрпризов нам ждать на грядущих выборах? Сюрпризы могут быть разные, но самая большая проблема Натаньяго заключается в следующем. Худшее для Натаньяго положение, если народ считает, что ему нет альтернативы и Натаньяго в любом случае будущий премьер-министр. Сегодня именно такое ощущение у всех. Альтернативы на Натаньяго нет. Главная оппозиционная партия во главе с Авием Габаем, скорее всего, сокращается с 24 мандатов до 10 мандатов. Главная оппозиционная партия Габаев, это смешно? Нет, но сегодня они самые главные, 24 мандата. Они сокращаются то ли в 2 раза, то ли в 3 раза. Непонятно. Мы сейчас говорим о лидерах. То есть Габаев не лидер. Кто может быть потенциально лидером? Лапид, опять-таки, как бы он не подпрыгнул, он не имеет возможности перепрыгнуть на Натаньяго. И, скорее всего, у Натаньяго нет альтернативы. И вот эта ситуация самая плохая для Натаньяго. Почему? В тот момент, когда закрыт вопрос для Натаньяго о будущем в кресле премьер-министра, он закрыт и для избирателя, он же телезритель, он же читатель интернета. И как только этот вопрос закрыт, то избиратель думает, окей, премьер-министр, все ясно, теперь я голосую за состав будущей коалиции. Это то, что произошло в 2013 году. То есть, секундочку, надо пояснить, может быть, нашим зрителям, кто не разбирается в нюансах. То есть, премьер-министром становится лидер победившей партии. Да. То есть, у нас нет прямых выборов премьер-министра. Нет, даже не обязательно лидер победившей. Тот, который поручит президенту формировать правительство. Тот, который может создать коалицию. Совершенно верно. Потому что у нас была в 2009 году ситуация, когда партия Акадима получила на один мандат больше, но... Мы не смогли формировать правительство, потому что ЦИПе пошла на принцип и не хотела сидеть с... Нет, ну, просто те фракции, которые пришли, большинство фракций сказали, что они бы хотели, чтобы формировал Натаниягу, и отдали Натаниягу формировать. Понятно. Поэтому опасность, вот я просто пытаюсь пояснить то, что ты только что сказал, то есть, опасность заключается в том, что избиратель, успокоившись, скажет, ну, все равно Натаниягу будет, что нам, да? И они подумают, а давайте проголосуем за кого-то другого, за какую-то партию другую. То есть, премьером будет Натаниягу, это уже решено. И проголосуют за другую партию. И в результате его партия может сильно потерять в мандатах. И таким образом ему будет трудно проводить какие-то свои решения и формировать правительство. Да, даже трудно формировать коалицию. Я просто напомню, что такая ситуация была один раз, когда Натаниягу супер перестраховался и заключил союз с Либерманом. На момент, когда они заключали союз, у Натаниягу было 27 мандатов, у Либермана было 15 мандатов. Первое заявление по этому поводу было заявление Зеева Элькина, что вместе мы получим 54 мандата. Но арифмически он не работает. Да, 54 мандата. Потом были заявления, что 45, 48. А в результате вот эти вот 42 мандата, которые должны были дать 54, вместе дали 31. Почему? Потому что политика это не арифметика. И как только избиратель понял, а, Натаниягу, следующий премьер-министр, ну теперь давайте я подумаю. Я проголосую за Лапида, который спрашивает, где деньги. За Зеленых, за партию Лапиева. Где деньги. Я проголосую за Беннетова, молодой и красивый. Я проголосую за Еза. И так далее. И избиратель стал голосовать за состав будущей коалиции. То есть нельзя избирателю давать повод фантазировать. Ну да, то есть, и в такой ситуации Биби может оказаться и в этот раз, когда четко понятно, что он следующий глава проявится, что он такой мощный, что он такой крепкий. И нету альтернативы. Ну, как говорится, Габа это альтернатива или Лапид это альтернатива. Ну, в общем, Лапид теоретически может быть. Для этого он должен подняться к 37 мандатам. То есть, ну, за 25 мандатов, а этого на сегодняшний день не видно. Другой вопрос, неожиданностью могут быть появления новой партии. Вот эта новая партия, это, скорее всего, условно говоря, партия генералов, как ее называли уже последние, по-моему, 4 года. И эта партия во главе сегодня, как говорится, наиболее вероятным лидером, Бенни Ганс, бывший начальник генерального штаба. Генерал-лейтенант в отставке, бывший начальник генерального штаба. Да, Роматкаль, начальник генерального штаба. Теперь, почему одна из вещей, что этот Кнессет, этот именно состав Кнессета, он на самый не генеральский. Тут меньше всего генералов, ну, есть только единственный полноценный генерал, это Галланд. Да, Штерн, который из отдела кадров, это, ну, условно генерал, а во воде этот, который обычно считается партией с кучей генералов, самый высокий чин, это полковник, это Омер Барлев. То есть даже стыдно говорить. Да, да, вот это, в результате это был не генеральский Кнессет, и император посмотрел, что и без генералов тоже плохо. Хотя, вот, в книге Герцеля, еврейской государства, да, Сьюденштадт, есть такая фраза, которую мне очень нравится цитировать. После победы мы оставим наших раввинов в синагоге, а наших генералов в Казарьмах. В зале заседания Кнессета висит единственный портрет, это портрет Герцеля. И оттуда он со своего портрета глядит на зал, который чаще всего наполовину составлял из раввинов, наполовину из генералов, да. Но, так или иначе, генералов не было, и избиратель понял, что генералов без генералов, наверное, тоже плохо. И, скорее всего, сейчас маятник очнется в противоположную сторону, будет создана партия генералов, а, кроме того, наверное, генералы будут такими желанными невестами во всех партиях. И Ликут захочет себе генерала, и Авода захочет себе какого-нибудь генерала, и Либерман, наверное. Ну, потому что более сильная, так сказать, сильная часть, и Лапит. Сильная часть Бенемина Тиньяу – это безопасность. Ну да, ну, если... Человек, который ему будет противостоять, должен иметь крепкий... И вот, ну, кроме всего прочего, считается, что только генерал может поднять избирателя на какие-то нетривиальные вещи. На подвиги. В государственные вещи. И поэтому Бенни Ганс. Бенни Ганс пока что растет в опросах. Он еще недавно был 10, потом 15, сейчас некоторые опросы дают ему 19-20 мандатов. А если он объединится с партией Леви, этой самой Леви Абукасио? Мы говорим, смотрите, Орли Леви... Партия генералов и партия красавиц. Да, Орли Леви, он... Ей опросы дают 7 мандатов. Ну... Ты знаешь, красавец Бенни Ганс, стоящий под ручку с Орли Леви. Орли Леви, скорее всего, она не имеет права по закону войти ни в одну существующую фракцию на следующие выборы. Ну, потому что она, то, что называется, покинут, сбежала своей. Она может только в новую фракцию. И Орли Леви сейчас, насколько я понимаю, идет большой-большой трюк с составителями опросов. Это очень интересная вещь, потому что при опросе, когда вам задают вопрос, вы говорите, никого, ничего. И всегда вам задают второй вопрос. А вот если будет участвовать Орли Леви? И вас как будто... Ну, может быть. И вот тогда эти суммируют... Мы понимаем, что цена этим опросам, 3 копейки пожарные деньги. Ей делают 7 опросов. Для чего? Для того, чтобы она пошла вторым номером к Бенни Гансу. Это, скорее всего, наиболее возможный сценарий. Ну, я же говорю, партия генералов, партия красавицы. Нет, кроме того, это безопасность и социальная безопасность. Социальная и безопасная. И тогда они смогут объединиться и, может быть, взять больше. Но у Бенни Ганса есть большая проблема. Проблема заключается в том, что он надувается в вопросах, пока он молчит. Но рано или поздно он должен будет выйти из укрытия и что-то сказать. Из окопа, да? Да. Он должен выйти из укрытия, да, из окопа и что-то сказать. Как только он начнет говорить, он может начать падать в вопросах. Я просто напомню, что такое было с Лапидом, который взял 19-го выбора. При том, что Лапид журналист, и он априори должен хорошо говорить. Да, и он старался говорить так, чтобы и нашим, и вашим. И никто не понял вообще, что он имеет в виду. Такой еще большей степени произошло с партией сюрпризом Кохлона, которым давали гораздо больше мандатов. Они получили 10. Ну, потому что, когда человек начинает разговаривать, он должен отвечать, да или нет. Любой ответ отпугивает часть избирателя. Или правых, или левых, или социальных, или либеральных, или каких угодно. Но отпугивает. И в этом отношении есть очень большой шанс, что как только Бенни Ганс выйдет из окопа, по нему начнут стрелять, и это нанесет большие электоральные потери. Но в любом случае, это, скорее всего, партия, которая будет главным сюрпризом следующих выборов. А если Орель Леви пойдет, я не знаю, что будет, если она пойдет в отдельности. Скорее всего, она все-таки объединяется с Бенни Гансом. А главной жертвой этого, то есть появление Бенни Ганса и Орель Леви, скорее всего, будет Кохлон, у которого Орель Леви отнимает голоса. Ну, Кохлон... Но она еще играет на его полис. Да, она, это все, это социальная партия, и с другой стороны партия в голове с Сефарской. Да, с мароккандской девушкой. Красавицей. Я напомню, что она была победительницей конкурсов красоты в свое время. Не, ну, она, кроме того, что она модель, она достаточно умная, проворная и так далее. Другой вопрос, что меня всегда поражает, когда ее слишком сильно хвалят, я каких-то особых результатов у нее не видел. Как в анекдоте про Зыкину, помните? Да, ты ходи, ходи, ходи. Не надо ходить туда-сюда, да? Не, ну, вы знаете... Давид, давай про нее оставим. Не, я одну фразу хочу сказать. Я просто помню одно заседание, которое ввел Кабель, и вот когда все пришли, там было заседание по Амидару, и пришла она. И она пришла с домашними заготовками, она там что-то посмотрела, и так далее. Она по своей тетрадке что-то, вот. И она, как она сказала, я сделала шаурейбайт, я сделала домашнее уроке. Домашнее задание. Вы знаете, в нашем Кнессете, при этих 120, вот человек, который просто приходит, подготовленный к встрече, он кажется деловым, умным, работоспособным, энергичным, это, прежде всего, говорит об уровне нашего Кнессета. Давид, меня сейчас интересует, как будут делиться так называемые русские голоса? То есть, все там с генералами все понятно, с красавицами все понятно. Значит, начнется, как всегда, битва за русские голоса, чтобы их растащить, растянуть, и в результате будет... Вы знаете, на прошлых выборах было три главных владельца русских голосов, которые практически не оставили ничего кому-то другому, да? Это Либерман, это Ликут, и это Лапис. Ну, у Ликута сейчас есть маленькая проблема, которая может перерасти в большую в плане русских голосов. А на прошлых выборах русский Ликут, это олицетворялся Зайвом Элькиным. Молодой, красивый, талантливый. Ну, и Юлия Медельштейна. Много детей, ну, Эльштейн президент, да? И вот этот уважаемый, уважаемый Зайв Элькин сейчас опростоволосился на выборах мэра Иерусалима, то есть, пролетел как фанера над Парижем. Даже не вошел во второй круг. Да, то есть, это показывает, что его электоральный, как бы, вес весьма низкий. Сейчас ему восстанавливаться сложно. То есть, на кого будет, скажем так, сейчас скажу гадость, на какого живца Ликут будет ловить русских в этот раз? Я, кстати, не думаю, что ловили именно на Элькина и Эйдельштейна. На кого сейчас будут ловить? Там никого не осталось. Нет, ну, новых точно не будет, потому что Элькин и Эйдельштейн будут в следующем списке. А для третьего русского там места нет. Смотрите, русскоязычный избиратель никак не олицетворяется этими двумя господами, Элькин и Эйдельштейн, то есть, двумя поселенцами в Язнакипах. Большинство русскоязычных избирателей, которые голосуют за Ликут, они не такие. Эти люди их мало представляют, и тем более в двойном размере. Получается, что сейчас никто не представляет. И сейчас реально русскоязычных избирателей никто в Ликуте не представляет. Это правда. То есть, поэтому с Ликутом этот вопрос, опять-таки, как бы не хорохорились правые русские, все-таки типы, типа Мири Регев, который гордится тем, что не читала Чехова, Орена Хазана, который при Большом Ликуте выясняется, что вот такое лицо Ликута настоящее, да? Вы, напарни, не гоните, Орен Хазан не паскуда, а типичный представитель, так сказать, лицо Ликута. Если же лицо у власти схоже, то едва ли виноват вам Орен Хазан. Это вы голосовали. Русские избиратели, которые голосовали за Ликуту, повели такое чудо в Кнессе, на которого позорно смотреть вообще и... Который просто позорит страну. Хорошо. Давид Бетан, Амсалем, там просто такая куча народа, которые дико раздражают любого минимально интеллигентного русскоязычного человека. Поэтому я думаю, что это тоже должно удавить Полифоду. Куда метнутся русские голоса? К Либерману? Либерман поднимется? Вопрос с Либерманом, то есть к Лопидам. Я думаю, что он часть своих голосов утянет, и если бы с кем-то и нужно бороться... Покоротнее откроют. Опять-таки, ну, нет, там есть какие-то вещи, которые он умудрился продать, и надо сказать, что очень хорошо работает все-таки кости-развозов. Ну, то есть партия Лопида, у них на жильцах, но это кости-развозов. Хотя, если говорить с экономической точки зрения, вот эта вот программа для среднего класса, она против большинства русскоязычных, потому что у нас плохо понимают, что такое русскоязычный класс. А средний класс – это примерно 100 тысяч долларов в год. Вот это нормальный средний класс. У кого большинства русскоязычных нет таких доходов, да? У нас просто считается, что средний класс – это средняя зарплата по стране, а это не то, да? А теперь вопрос Либермана – это вопрос об обновлении партии. Обновление партии, поведение новых людей. Мы знаем, что у Либермана есть величайший талант. Он умеет удивлять перед выборами, и он вдруг из рукава достает таких кандидатов, что все падают в обувь, говорят, а кто это? Кто эти люди, и вообще зачем они пришли, и кто за них будет голосовать? Вопрос, смотрите, перед этими выборами муниципальными я где-то в апреле месяце начал брать интервью у разных людей, и большинство, кто говорили о муниципальных выборах, они говорили, ожидается тотальный крах русских списков. То есть, вот не пройдут, провалятся все. Оказалось, что не только тотального краха русских, русскоязычных списков не произошло, не произошло и тотального краха партии на выборах. А почему? Потому что были проведены праймерис, и произошло обновление на местах. Вопрос к партии Либермана, мне кажется, сегодня это вопрос к обновлению его списка. Потому что там есть люди, которые, наверное, засиделись на своих местах, это во-первых. И с другой стороны, есть потребности избирателей, которые не осуществляются в списке. Так вот, первое обновление списка, и второе обновление программы. Все-таки программа, только касающаяся смертной казни для террористов самолюбийцев. Смертная казнь для террористов, гражданские браки и закон о призыве. Три, так сказать, кита, которых они несут через все выборы, и так нести будут вечно, судя по-разному. Так вот, этого недостаточно. Если бы они должны дать какую-то явную, хорошую, включающую социальные компоненты, программу. И более того, они должны выглядеть так, что этот пиджак для них подходит. И если это будет, то у Либерман, как я считаю, есть хороший шанс. Давид, последний вопрос, очень коротко, у нас время уже давно закончилось. Будет ли на этих выборах очередная, опять я скажу некрасивое слово, замануха для русских? То есть, созданная на коленках, быстренько там, сляпанная какая-то партия во главе с каким-нибудь клоуном, который скажет, что я за вас, я буду вашим, и он начнет оттягивать голоса. Как это бывало не один раз. Смотрите, люди, которые когда-то создавали такую партию клоунскую в 2014 году, они сегодня что-то ищут, ищут деньги, ищут спонсоры, ищут фраеров, которые готовы в эту партию войти. Может быть, нам как-нибудь стоит пойти... Фраеров, которые готовы сначала заплатить за эту партию, а потом уже... Ну, у них заплатить и войти, опять-таки сказать, что эти сами люди, они просто очень большие, сами имеют с этого большую прибыль. Нет, их скорее движет такая вот авантюрная такая складка, но, как мы помним, в 2013 году им удалось вполне достойных людей убедить войти в эту партию, и для этих людей это было не очень хорошо, из карьерных и прочих соображений. Я думаю, что сегодня новая русская партия не имеет никаких шансов. Но она будет или нет? Я думаю, что не будет. Хотя, опять-таки, фраеров могут найти. Список, список, список нужен, нужен всем. Давид, спасибо большое. Я напоминаю, мы беседовали с политическим технологом, политтехнологом Давидом Эдельманом. Спасибо, дорогие друзья, скоро выборы, вы чувствуете аромат.